Неуклонная борьба с коррупцией, процветавшая десятилетиями в Казахстане, продолжается по всем направлениям и затрагивает интересы очень многих лиц. В данный момент агентство финансового мониторинга расследует факты хищения бюджетных средств в особо крупных размерах, выделенных на организацию соревнований по национальной борьбе Казах-Кресе. Фигурантом дела оказался Арман Шураев, известный своими провокационными высказываниями. Вот так он дозимый, в кошенке морза. Выяснилось, что Шураев с 2014 года являлся председателем попечительского совета фонда развития борьбы Казахстан-Бараса. То, что мы проводим в Казахстан-Барасе, мы считаем это такая фабрика по штамповке батыра. Стало известно, что Арман Шураев и его сообщники, заполучив полтора миллиарда тенге на организацию международных турниров в городе Алматы, вывели 800 миллионов через фирмы-однодневки и завладели государственными средствами. В коррупционных схемах Шураев использовал своих близких. Это родственник Жанарбек Атгаев, сестра Аспет Бекмурзаева, друг Жаслан Мусабеков, которые в разные годы возглавляли основные структуры национальной борьбы, а именно ТЛО «Казахстан-Бараса Адверстесаинг», фонд развития Казах-Кресе «Казахстан-Бараса» и другие. Похищенные деньги Арман Шураев легализовал, вложив их в туристический бизнес. Он открыл на имена своей супруги и родственников базы отдыха в Зеренде и Щучинске. Напомним, Арман Шураев занимал посты директора агентства «Хабар», руководил пресс-службой Республиканского общественного штаба кандидатов президента Назарбаева, генерального директора КТК и являлся членом полицовета партии «Нур-Отан». Шураеву на протяжении всей его карьеры покровительствовала Дариган Азарбаева. Согласно Уголовному кодексу, Арману Шураеву грозит статья 189. Это присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере, где предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.